Всем добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Ольга и вы на моем канале Урукоделия. Сегодня у нас будет очередной влог, который будет называться «Успеть за час». И я хочу поиграть в эту игру, просто уделить своему рукоделию, попробовать уделить своему рукоделию. Раз, два, три, четыре часа. Четыре часа своего свободного времени я хочу уделить любимому делу. Итак, что же это будет? Это будут три процесса на спицах и я хочу немножечко повышивать, потому что я соскучилась. Как-то давненько не выпадала мне вышивка, поэтому очень хочется немножечко прибавить крестиков на картине. Итак, с чего начнем? Давайте начнем с более старого процесса и это у меня свитер мужу. Да-да, я хочу таки его продвинуть. Здесь я каждый день вяжу по нескольку рядов в день. Вот на такой стадии он у меня находится. Вот так он выглядит. Я думаю, тут... Я даже не знаю, как правильно показывать. Давайте буду показывать вот так. Да? О, видите? Я вывязываю полностью изделие, получается, вниз до резинки. Хочу закрыть и потом уже приступать к рукавам. Стандартно, обычно это реглан-погон. Все как всегда. Вяжу давно. Вы этот процесс видели не раз. Он не столь интересен в плане продвижения, да, сколь интересен уже будет сам результат. Но до результата еще очень далеко, поэтому периодически он у меня в кадре мелькает и я стараюсь его продвигать. Второй процесс, это процесс новый. Процесс прошлой недели я начала, и вы в прошлом, позапрошлом влоге наверняка видели этот процесс. Это вот такой вот кусок работы. Это кардиган будущий. Здесь у меня тоже думки-задумки, но в настоящее время я тоже просто гоняю полотно вверх. Это платочка, все время лицевые петли, да, и красивый кромочный край. Что это будет, как это будет, когда это будет, неизвестно. Только мои руки, моя фантазия, мое время может подсказать нам. Но пока вот на такой стадии находится, я везде повешу маркирочки. И когда мы с вами встретимся в конце этого влога, я покажу продвижение, которое у меня получается ровно за час. Я в данном случае смогу наверняка работать по таймеру, потому что когда я включаю таймер, результативность моего труда выше, нежели когда я его не включаю, а, например, смотрю какой-то сериал, фильм или видеоролики на ютубе, ориентируюсь на время. Все потому, что я очень часто отвлекаюсь на все подряд, неважно на что, не только на ребенка, быт и работу, я вообще на все отвлекаюсь, просто потому что мне порой надоест и мне хочется все убрать. И в этом случае я просто буду останавливать таймер на телефоне и продолжать уже, когда включу его снова. Так, третий процесс, он пока не определен, потому что это будет новый процесс, это будет старт этого влога, это будут носки. Какие это носки будут, я пока не знаю. Я вместе с вами поперебираю пряжу носочную, а скорее всего этот видеоролик уже вышел на канале про носочную пряжу. Если что, я вам оставлю ссылочку, либо здесь наверху, либо в инфобоксе. Там я рассказываю как раз-таки про носки, про то, какая пряжа у меня присутствует в моем носочном пряжном гардеробе. Пряжном гардеробе. И я там показываю пряжу, которая у меня есть. Из какой из этих пряж, каким артикулом я буду вязать, какому процессу, что мне захочется, то, собственно говоря, наверное и попадет мне в руки. Я вам в конце покажу, что же это у меня на спицах. Так, и последний процесс, который мы с вами возьмем в работу на этот влог. Я думаю, что он продлится день, может быть два. Как получится, 4 часа это не так уж и много. Это вышивка. Посмотрите, что у меня. А у меня все то же самое, что было в прошлом влоге. Даже торчащая иголка я так обычно не оставляю. Но там были такие жизненные обстоятельства, что мне пришлось прям все бросить как есть и уехать. Вот. И вот с этого момента я хочу начать и продолжить вышивку. Давайте мы ее запечатлим. С нее мы с вами и начнем. Прямо следующий мой кусочек этого видео. Для того, чтобы вы прям четко могли видеть, что же куда продвинулось. В какую сторону пойду вышивать, пока не знаю. Ну что, встретимся с вами через секундочку. А у меня должно пройти как минимум 4 часа. Но на самом деле, я думаю, что пройдет намного больше. Не в плане рукоделия, да. А жизненных часов пройдет намного больше. Вот. Не переключайтесь. Вот и пролетели определенные мной часы. И сейчас я вам буду показывать результаты проделанной работы. На самом деле, они небольшие. Но я, как показывает практика и опыт, и не ждала от этого проекта огромных результатов. Потому что отведенный час вроде бы кажется, ох, как много времени. Неужели же я смогу столько уделить? А на самом деле, получается, ну, совсем-совсем немного. И вы это можете заметить прямо сейчас в кадре о проделанной работе. И я смотрю на этого будущего дракона и понимаю, что, ну, как бы у меня еще впереди огромное-огромное количество часов удовольствия. Вот и все, потому что продвижения такие минимальные, а казалось бы, ну, за час можно же целую голову вышить. Да, на самом деле, я вышиваю очень медленно. Это совсем не показатель того, что другие вышивают аналогично. Также не показатель того, что другие вяжут столько, сколько я. И на самом деле, эта игра мне помогает понять, что я не хочу никуда торопиться. Что все идет медленно, методично, лаконично. И так и должно быть. Пусть то, что у нас есть, приносит нам удовольствие здесь и сейчас. Да, и к тому же, это, наверное, еще говорит о том, что... Ну, в продолжение моей темы по поводу наших запасов. Запасы иметь очень приятно. Пополнять их очень приятно. А вот вывязывать и довышивать их, ну, если посмотреть с точки зрения часа затрат, это на долгие-долгие месяцы, а, быть может, у некоторых даже на долгие-долгие годы. Есть даже такие из нас, из вас, дорогие зрители, которые мне пишут, что у вас столько запасов, что если посчитать по часам, то это хватит на лет 10. Ну, вот такие мы, и это наше увлечение. Пусть они будут, они должны быть. Кто-то занимается накопительством несчастлив в этом накопительстве, кто-то занимается непосредственно рукоделием несчастлив в рукоделии своем, покупая только по необходимости. Я же где-то середнячок. Я очень люблю покупать, но и стараюсь себя ограничивать. Ну, давайте перейдем к вышивке. Вот такой результат получается. Мне, на самом деле, очень нравится, как ложатся эти крупные-крупные крестики в 4 сложения. Здесь прям идеально подходит канва и 4 сложения. Я, кстати, так и не нашла информацию, какая это канва, каким номером. Но она шла в наборе, я ничего не меняла. И вот как она есть, так она есть, так она и продвигается. Очень захватывающий проект, процесс. Хотя мне писали о том, что, ну, какой же дракон, давайте повышиваем что-нибудь серьезное. А мне вот прям вот здесь и сейчас нравится этот процесс. Так, следующий процесс, который я начала, это носки. Я в одном из прошлых влогов вам показывала уже носочный влог, да, где я рассказываю, что у меня есть. И в рамках этого влога я решила начать носки и хотела начать их, знаете, из носочной пряжи. Ну, вот конкретно из тех новых мотков, которые мне пришли в последние закупки. Но я их даже не достала. Просто потому, что когда я в прошлом влоге показывала конечные кадры влога, да, я там показывала мамину корзинку, в которой лежат куча остатков. И прям глаз мой упал на вот этот твит. Этот твит, первый мой твит. И вы знаете, я как-то так пришла к выводу, что я совершенно забыла указать в своих хочушках, в своих планах, что помимо той пряжи, которую я обозначила, я хочу вновь приобрести какой-нибудь бобинный твит. Прям очень мне нравится эта тематика твитовая, да, вот эти вот крапушки. Они прям шикарные, прекрасные. И мне вновь захотелось повязать из сухого твида. Вот это, знаете, как бичевку какую-то вяжешь, когда он еще в пропитке. Ну, какой получать замечательное полотно по итогу. И мне очень хочется, по крайней мере, заиметь в запасы твит, а что из него связать, я пока не знаю. Но вот пришла я к тому моменту, что буду искать твит. Не знаю какой, буду смотреть, читать отзывы, искать информацию. Может быть, девчонки поделятся в каких-нибудь видеороликах, какой твит они используют в своих изделиях. Я посмотрю. По-моему, Байсандра Пайк частенько вяжет из твида. Надо пробежаться еще раз прям вот под видовым ее моментом. Вот. А эту ниточку мне присылала недавно моя подписчица. У нее в запасах был раритет ниток. Она предложила мне попробовать, и я не отказалась. И, в общем и целом, я ее буду брать в подмод. Очень интересная ниточка, очень древняя, я бы сказала. Здесь акрил, махер, нейлон. И вот для носков, для вязания в подмод она идеальна. У меня ее очень много. Я уже говорила, что я буду делиться с людьми, которые меня об этом попросят. Вот. У меня есть такие знакомые. Так. И что здесь? И получается, смотрите, какой интересный эффект. Сама ниточка вот эта меланжевая, вот такая вот, скрученная меланжевая. И твит меланжевый. И получается очень интересный. И знаете, вот по ощущениям они очень плотные. И они тонкие получаются, и очень плотные. По-моему, 420 что ли метров, 460 ли метров на 100 грамм идет эта ниточка. Плюс ниточка вот этого махера. Посмотрите. Махер здесь, вот он такой, не мягкий, не как в настоящее время махер на бобине. Даже не кит махер, а просто махер на бобине. Он намного-намного мягче. А этот все-таки жесткий, колкий для носков, мне кажется, прям вот идеальный вариант для зимних носков. Если бы я вязала в одну ниточку вот этого вида, во-первых, быстро бы сносились, а во-вторых, не были бы теплыми. А здесь прям теплота-теплота. Мне нравится эффект, буду вязать. Но я думала, что я немножечко промахнулась, наверное. Так, озвучу для самой же себя, вдруг я забуду. Здесь у меня набор Джуди, да, по-моему, по 10 петель с двух сторон. А пришла к моменту, когда на каждой из спиц было 24 петли. То есть по 12, если мы по старинке, да, считаем не мэджик лупом, а по 4 петли, ой, 4 спицы на 4 спицы, когда полотно. Вот такой результат у меня пока есть. Пусть будет, даже если даст усадку, у меня здесь есть достаточная свобода облегания для стопы. Так, это был второй процесс. Третий, минимальное продвижение, которое у меня случилось, это в этом процессе. Это свитер мужу я вам показывала. И вот видите, ну, совсем-совсем немного. И это час работы, ниточка достаточно скользкая. Я уже говорила, что я люблю вязать картной шерстью, а здесь гребяная. Но полотно получается очень красивое, оно очень тяжелое. То есть оно уже под своей тяжестью, его тяжело ворочать даже на больших объемах. Я не представляю, как я буду вязать рукава, на самом деле. Пока не представляю. Ну, может быть, в силу того, что я там буду разворот делать маленький, да, туда-сюда. Может быть, мне наоборот будет легче, но я пока не представляю. Здесь у меня спицы три, а там мне придется взять все-таки спицы три с половиной, потому что, ну, полотно, которое поуже и рукава, я всегда вяжу чуть-чуть плотнее, чем основное полотно. Поэтому, чтобы не отличалось, я, наверное, все-таки возьму спицы потом три с половиной, но мне здесь еще вязать и вязать, на самом деле. И этот процесс я беру в рамках такой игры, для того, чтобы хоть как-то его продвигать. Ну, давайте, скажем, откровенно скучный. Ну, вот здесь до резинки еще немного, потом вроде бы как рукава. Рукава тоже мужские, длинные, широкие, еще надо просчитать метод убавок. Я обычно вяжу для себя-то рукава-труба, да, и закрываю. Мужу такой вариант не подходит, ему нужен классический рукава, значит, нужно сделать какой-то минимальный расчет. В общем и целом, ну, такой себе процесс. Вроде, вот знаете, как это, есть выражение, люблю и ненавижу. Вот из той же серии. Вроде все хорошо, и пряжа хороша, и процесс хороший, и спицы хороши, и люблю, и ненавижу. Когда же он закончится? Ну, пусть будет, на самом деле. Люблю я длительные моменты, да, нахождения процесса на спицах, но тут как-то вот совсем мелко идет, результат минимальный, и вот он, он радует, но и огорчает. Зато следующий процесс, это вы посмотрите, хоть и платочка, хоть и занимает большое количество объема, да, то есть, если бы это была лицевая гладь, было бы больше, но тем не менее, и несмотря на то, что это вязание, да, тоже по кругу, можно сказать, ну, обратно поворотными рядами, лицевые петли, и все равно здесь, смотрите, раз, и в два раза больше связано, чем там. Ну, понятное дело, что спицы крупнее, пряжа крупнее, толще, и в общем и целом идет, идет процесс. С учетом того, что я его начала на этой неделе, да, то вообще прекрасно, на мой взгляд, он продвинулся. Если бы я отдельными деталями вязала, то спинка у меня бы однозначно была бы уже готова, и я бы приступала бы к полочкам. Поэтому прям шикарно, мне нравится. Нравится то, что получается, пусть будет, и цветовая палитра соответствует сейчас моему настроению. Вы знаете, у нас сегодня на улице вообще дождь, и я думаю, что если вдруг резко подморозит, то будет вот та несуразная гололедица, которая почему-то уже третью зиму нас преследует. Что-то меняется. Так, я, по-моему, показала все процессы, которые хотела показать. Раз, два, три, четыре, да, четыре процесса я брала в этот влог. Успеть за час. Если вам интересно такого рода видео, я, конечно, многие говорят, что я автор этого проекта, но, может быть, так оно и есть, но суть не в этом. Суть в том, что ставьте, пожалуйста, хэштеги, если вы, дорогие блогеры, снимаете аналогичное видео, ставьте хэштеги в название ваших видеороликов, чтобы вас можно было легко найти. Иногда я сама ищу и просматриваю такие, такого рода видео, просто потому что мне интересно, что у людей на спицах. Я не за всеми каналами слежу так, чтобы прям за каждым выпуском и за каждым роликом, но бывают моменты, когда мне интересно узнать, кто же играет в аналогичную игру, или кто отвечает на вопросы моего тега, или другого тега, который мне понравился, или на тег, который я уже отвечала, и послушать, как же ответили люди на тот или иной вопрос. И для того, чтобы было легче найти, ставьте хэштеги, а вы, дорогие зрители, проходите по этим хэштегам и наслаждайтесь видеороликами авторов. Вот. Огромное всем спасибо за внимание. Всем пока-пока. До новых встреч. Будем дальше продвигать процессы, а вы будете за этим наблюдать. Все. До новых встреч.